В каждом человеке живет зверь. В мужчине, в женщине и даже в ребенке. Вопрос в том, проснется ли этот зверь. В 2017 году в Уфе начались съемки многосерийного фильма «И это все, Роберт». Уникальный проект для Уфы, который создавала команда городского телеканала ЮТВ, компания Уфанет и киностудия «Уральский кинопарк». Ребятки, давайте сейчас все вместе сделаем для камер. Мы посмотрим репетицию и поправим. «И это все Роберт» – первый уфимский многосерийный фильм в жанре криминальной драмы. Учитель физики Роберт Богданов пускается во все тяжкие. За одну ночь становится участником ограбления терминала и убийства наркодилера. Все это не просто так. Теперь за ним охотятся полиция и бандиты. Богданов, ну ты же убьешь мамонта, правда? Где мой товар? Это сейчас мы уже можем увидеть труды съемочной группы на кадрах трейлера к фильму. А начиналось все три года назад со сбритой бороды оператора-постановщика Рияза Исхакова. Если хочешь снять хорошее кино, нужно соблюдать киношные традиции. Киношки вообще суеверные люди. Я побрился специально, чтобы с этого дня уже не бриться. За время съемок Рияз Исхаков успел обрасти и отснять кучу впечатляющих сцен. Да-да, создатели картины не поскупились на спецэффекты. Взрывы, падения, погони. Съемки велись не только в Уфе, но и за границей. В Израиле и Исландии. Режиссер картины Андрей Линич снимал сериалы СОБР «Розыск». Он был уверен, сериал – это новое искусство, которое не уступает большому кино. Именно поэтому с удовольствием взялся за проект «И это все Роберт». Я когда ехал в Уфу первый раз, речь шла о двух сериях. Я думал, что я сейчас приеду, за месяц все сделаю и уеду. Это вот сейчас пошел третий год. Вот если мне сейчас скажут, давай снимай в Москве или снимай в Уфе, я предпочитаю Уфу. Здесь как-то дышится свободнее. Готовы? Да. И это все Роберт стала самой дорогой картиной в истории башкирского кинематографа. Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в нашей республике. Первые серии уже посмотрели журналисты, блогеры, члены съемочной группы и актеры. Обычно от русского кино не ожидаешь именно такого чего-то реально интересного. Вот думаешь, что, ой, русское кино, опять вот что-то фу будет. Но вот в плане Роберта это, ну, мне было реально интересно, и я обязательно досмотрю. Хочется прям не отвлекаясь смотреть и наблюдать, что же будет дальше. Как это здорово вообще, ну, то, что в твоем городе, в общем-то, есть люди, которых ты знаешь, и они снимаются в этом фильме, и ты уже видишь потом этот результат на экране. Вообще, мне понравилось очень. Полет мальчика мне запомнился, когда учителя физики, носка упала с головы и обнаружила, что это учитель. Меня это очень тронуло. Вот на этом месте меня зацепил фильм. Я уже начал переживать за героя. И, конечно же, досмотрю фильм до конца. Это фильм о нашем обществе, это фильм о нас. О людях, которые иногда ошибаются, иногда не знают, как идти и двигаться дальше. И фильм, я думаю, что как раз об этом, что нужно найти в себе силы, нужно уметь принять решения и нужно справиться с любой проблемой. Совсем скоро картину сможет увидеть каждый. Премьера состоится в преддверии Нового года, 25 декабря, на городском телеканале ЮТВ. Только в кабельной сети Уфанет впервые на телевидении вас ждут 8 захватывающих серий. Приятного просмотра. Анастасия Худик, городской телеканал ЮТВ. Анастасия Худик, городской телеканал ЮТВ.